Мама Корона спадет и треснет кольчуга. Откроются двери, рассыпятся башни. Мы выйдем из дома дышать друг на друга. Дышать друг на друга и кашлять. Вот едем дышать друг на друга, но на даче. Я так люблю такую картинку. Кофеечек с заправки и дорога. Замечательно. Как же мы соскучились. Уже деревья такие больные, бедненькие. Это я милая. Смотри, сюда ее развелось. Но это же ее надо снимать. Иначе им гайки. Ну, красиво. Мы приехали, а тут овчарка. Насте радость ищет. Все, играй с ним. Хорошенький. Хорошенький. Хорошечка. Ты овчарка? Да, это маленькая овчарка, Настя. Еще и девочка. Глянь, иди чухай ее. Вот тебе и щенок на целый день, Настя. Я думаю, что она будет у нас сегодня днем. Глянь, боже, какая радость. Ты понимаешь, вещи начали цветить. Да, боже, как у нас там все цветит. Класс. Коля, вы не рады. Все, мы приехали домой. Сейчас Колю надо его еще вытащить. Да, я думаю, что он вытащится. Вот, сижу. Боже, у нас прям, смотрите. Вот и на меня залазишься. У нас целое поле одуванчиков. Дуванчиков. Красота какая. Прелесть. Боже, какая прелесть. Уже воздух какой чудесный. Тут косы и та же. Слушай, Настя, но эта собака, это просто подарок судьбы тебе на сегодня. Малая, дурная, радость. Сейчас укусит его за морду и вытащит получать. Глянь, охотится. Ты видишь, охотник. У нас просто у соседей вот здесь вот рядышком был здоровенный пес овчарка. Мухтар. Мухтар, которому было 20 лет уже. Он умер. И взяли они себе вот это вот навье дурноватое. Что тут такое? Дурное, малое, как я. Каляха задремал. Ну, пусть поспит. Как же здесь хорошо. О, Настя, иди послушай. Встаньте вот здесь под деревом и послушайте. Это груша. Слышишь? О, да. Ты слышишь, Настя, как пчелы работают? Ой, будет груш много. Много. Будет. Они еще и на одной ноте гудят, кстати. Это какая нота? Пчелы гудят. Ну, тайси. Да, как-то надо придумать, чтобы здесь летом нам обосноваться и побыть здесь все лето. Раз мы не едем на море, почему нет? Тут речка рядом, на которой можно ходить купаться. С детьми. Си бемоль. Пчелки любят си бемоль. Сейчас я вам покажу нашу территорию. Тут уже ребята определили тональность пчел. Фа-мажор, да. Фа-мажор. У себя бемоль включи. Ну, и все. У нас на территории есть старенький домик. Это дом, может, кто не знает, я повторю, не все нас смотрят давно. Это дом Диминой бабушки. Здесь выросла Димина мама, ее сестры и брат. Это прям такое родынное гнездечко наше. И есть... Что? Ты вырос, да? Представляешь? Да, я вот таким вырос. Тут у нас стекала вода, стояла ветром. Это наша летняя кухонька тоже. Тут хорошенький домик, все хорошенькое. Так, чтобы всем поместиться, надо подумать, каким образом это все сделать. И есть вот такая небольшая еще летняя кухня сама уже на улице, открытая. Ну, вот это еще не кухня, а вот тут кухня. Ну, там летняя кухня, это там, где кушать. Столовая, да, столовка. О, полошины урона, да, у нас. Сегодня будут уроты? Может быть, должны уроты. Сегодня на выроты уроты. Ну, мы вряд ли его сегодня посадим. А? До нас едут, думаешь? До нас едут уроты в урота. Надо как-то посадить. А мне что, если до нас дим? Да, это наш огородик. Будем в этом году садить картошку, будем садить все, потому что, если будем здесь летом... Да, будем все и собирать. Красиво, правда же? Простенько, но красиво. КОНЕЦ КОНЕЦ Интересно или страшно? Страшно? Ты испугался трактора, Николай? Мне кажется, он красивый, только это красный трактор. Мы смотрели мультик про синий трактор, а это красный трактор. Нравится тебе? В шоке, по-моему, ребенок. Ты в шоке? Да. Да. Хе-хе-хе-хе-хе. Какая красота. Смотрите, какой металик. Ай! Ой! А, получилось. Металик получилось. Ну, живенький и добрый. Мы собираемся завтракать. В селе у нас традиция. Мы садимся все вместе. Бабушка, он котлеток сделала. А Дима разрезал хлебчик свой. Боже, какая же прелесть. Ну, ты мастер уже, Димка. Дети любят этот хлеб. Дети, идите кушать. Я тут убрали ее. Коля с сачком и с машинками бегает. Дадим, мне эта идея уже кажется очень даже симпатичной. Из летней кухни перестроить и сделать для нас жилье на лето. Да. Так прекрасно. Дети будут счастливы. А ты будешь себе ездить на работу и... Да. Ты как? Вот. Вот. А ты как, Колечка, как ты относишься к тому, чтобы здесь все лето побыть? Хочешь? Турочка. Да, хорошо. Бабушка турочку принесла. Она подвесит мастерин. Каву. Смотри, баба имеет талант выбрать такую свекровь, понимаете? Вот. Смотри, Коля. Я говорила, что мне свекровь сделала предложение. Как можно отказать этой женщине? Коля, тебе бабушка сделала песочницу. Мечта. Персональная песочница. Чудо. Настя сейчас допишет контрольную работу. Мы сидим, пишем ее. Напишет английский. И пойдешь играть в песочнице. Что вам сказать, ребята? По вот этому всему сзади, видите, фону из одеял и простыней. А также еще по одному признаку. То есть, что у нас с хаты валит сверху дым. В хате топится. Хата сушится. А также по вот этим вот подушкам, которые здесь сушатся, сказать, что мы, наверное, сегодня не едем домой. Тут-то хорошо. Вообще не хочется квартир. Петухи поют, кукушки кукукают. Земля вон, зорона. Нас, пожалуйста, слезь, прошу тебя. Ребенок городской, дикий. Опасности нигде не видеть, не чувствует. Наверное, мы вот еще точно на завтра останемся. А там, если пойдет дождь, то вернемся домой. Пока остаемся здесь. Хорошая погода. Чего ехать в город? Действительно, правда же? А мы вот таким методом сдали контрольную работу сегодня. Сейчас будем учить английский. И я вам скажу, что, в принципе, это неплохой вариант для учебы. Мы здесь сидим на веранде, просто делаем домашнее задание, фотографируем и отправляем. Какая разница, откуда мы это делаем? Здесь сейчас вдруг стал неплохой интернет. Раньше был просто ужасный. Видимо, поставили какую-то вышку. Плюс у нас у соседей есть Wi-Fi, и они сказали, что мы можем спокойно подключаться. Мы завтра утром попробуем с Настей сделать в Zoom конференции. Не знаю, получится ли. Мы тетради не взяли. Мы же думали вечером вернуться. И мы сейчас, наверное... Не вернемся мы. Я попрошу кого-то из мам, чтобы мне пофотографировали следующий урок, который нужно делать. И сделаем его здесь. Отправим. Все вот в телефоне вот так вот поотмечаем, как мы отмечали цветом. И отправим учителю. Мы сегодня сдали его контрольную, все вместе на 12 баллов. Но мы, честно... Я просмотрела по вопросам, поняла, где у нее прорехи. Мы прошли эти темы, мы их проговорили и выучили. И она все сделала. Замечательно. Но это география восьмой класс, ребята. Играйте ее ешками! Смотрите, осадочные породы, магматические, метаморфные, осадковые... Органичные осадковые... Еще какие-то, господи. Жалко. Методы использования нефти. Такое себе. Но интересно. Меня уже не пугает домашнее обучение. Мы уже втянулись. Я даже кайфую от того, что мы можем это делать в свободном режиме. Она просто когда сотрудничает, когда мы вместе все это делаем, это очень интересно. И как-то оно, ребятки, движется. А ехать отсюда реально не хочется. Да, это, наверное, старость. Тянет к земле, к улице, к дому, на своей земле. Коля, кто это? Она что? Видите, зая веная. Кто это? Слон? Нет. Крокодил? Нет. Дегемот? Нет. Кто это? Каева. Боже, ребяток сейчас спадет в оборок от каевы. Страшно? Да. Городские дети. Стремно. Стоит в стойке. Она привязана. Я знаю. Фу. Маленькая корова. Он там привязан, но он может до нас подойти. Коля, это кто? Никого. Ты, Коля, да. А это кто лежит на траве? Телён. Да. Да, животных лучше всего изучать. Вот таким макаром, конечно. Это он вырос уже. Он был у меня вот такой. Он вот такой малюсенький был. Мне как-то у них меняются телят. То есть это не всегда один и тот же. Нет, это он. Да, потому что у него вот такая пятнышка. А посмотри на его мордочку. Мордочку? Где там эта мордочка? Тут какашечки у него аккуратно. Это он. Ну иди, Боже мой. Посмотри мне. Хороший. Да, он привязанный. А он один или их два? Там он один пока что. Ну я потрогаю его. Можете тебя потрогать? Он хорошенький, хороший. Божеченький, Божеченький. Хочешь потрогать? Потрогай. Ух ты, Божечка. Ух ты, Божечка. Ух ты. Ух ты, Божечка. Давай, иди, глянь, какой хороший. Так вот. У него рожки растут. Теленок. Рожки, рожки. Это маленькая коровка. Да, это маленькая. Он растал. Ты же ребенок? Да. А вырастешь и будешь мужчина. Ты уже мужчина, но еще ребенок. Пойдемте. Вот это ребенок коровы. Побежали. Подножки смотрите, пожалуйста. Мне кажется, он не кусается, он просто маленький. Он маленький, но он больше Коли. Потому мы лучше отходим на расстояние. Боже, такое счастье, так хорошо. Так замечательно, что есть эта земля, что есть возможность приехать сюда, побыть здесь. Мы здесь все себя обустроим, наверное. Будет замечательно. Удобно. Дети вообще счастливы. Я прям так и знала, Дим. Я уже видела по твоему лицу и лицу мамы, что мы сегодня домой не уедем. Да нет, столько работы просто. Да. Ты именно по этому поводу хочешь остаться? Да, честно говоря, да. Да? Потому что иначе это мама будет делать. Ну, с другой стороны, да. А работы, вот только вот это, вон. Перекопать можно, сдохнуть, да? Уже два часа прошло. Ну, да. Ну, как думаешь, какие твои ставки? Мы сегодня посадим картошку или за завтрашний день? Ну, сегодня начнем. Думаю, что за завтра. Сейчас вот это пока. Ну, давай сегодня хотя бы начнем. Световой день есть? Начнем, да. А сколько сейчас время? А кто знает? Давай я еду, Дима. Давай едем. О, боже, смотрите на это. Ну, такого влога у нас еще не было, ребята. Сельские влоги. Как городские дети в селе осваиваются. Это, конечно, ребята, хохма. Коля пришел помогать папе. Я помогу на лопатой еду. Конечно же. Ты со своей лопатой сейчас быстрее, чем папа, все перекопаешь и все. Боже, два педанта. Один и второй. Ты же надо было иметь такую оболочку на меня, похоже, быть таким похожим на тебя. Это же какой-то кошмар. Куда ты поехал? Нет, туда не надо ехать. Там уже, видишь, красота. Все, вот здесь вот самосвалы. Боже, Дима, ты такие мышцы себе табатые накачаешь. Там осваиваются. Сейчас останавливаюсь. А где самосвал? Вот здесь останавливаются, где неперекопанная земля. У тебя такие тапки смешные, как будто ты в носках копаешь. Тебе удобно? Да. Прикольно. Еще у Насти урок в зуме по сальфеджи. А что? Лады дай. Сейчас дам. Вот под такие песни я готовлю салат. Прелести сельской жизни. Салатик, чесночок сразу с огорода и супчик, сваренный на печи. Прекрасно. Мне надо вода. Теперь надо вода. Не так говорят, когда хотят воду. Тогда дай воду. Молодец, сейчас дам. Боже мой, Николай. Это качели. Николай, у тебя... Это качели. Боже, какая прелесть. Бабушка организовала тебе качели. Это качели. Папа, поверь. У тебя тут крот есть. Вот это да. Колечка, когда ты последний раз на качельке катался, Зачик? Мне не страшно. Нет? Ты смелый? Да. Ты же мужчина. А, ты же мужчина. Это папа, поверь. Да, и мне не страшно. Я же мужчина. Боже мой, золото. Друзья, я предлагаю вам поиграть в игру. В комментариях можете написать 6-7 слов, просто отдельных слов, с которыми у вас ассоциируется весна. Я, как блогер, могу не писать. Я вам картинками сейчас покажу свои ассоциации с весной, а ваши почитаю в комментариях позже. Моя, наверное, самая первая ассоциация, все-таки любовь, а потом все остальное. Моя, наверное, самая первая ассоциация. Ну, и то, что, может, не зацвело, но проросло и радует этим, и сейчас это будет радовать нас на огороде. Что ты делаешь, Николай? Картошку. Ты разбиваешь большие камни, но надо их разбивать не здесь, а вот там, Коля, вот там. Здесь не надо. Иди туда, Колечка. Иди туда, где еще не сажали. Разбивай камни. Это большая помощь. Спасибо тебе. Ма, так-то я делаю мягенькие. Мягенькие. Нельзя отрывать эти усики. Я не отрываю. Я не отрываю. Молодец, не надо. Эти усики – это пророщенная картошечка. У нас работают все. Все, кто может, все, кто есть. Итак, мы вот как глухо-немые батрача засадили вот это вот все картошкой. Остался кусочек, думаю, мы завтра доделаем. А здесь у нас красивейнейший закат. Был еще красивее, но пока я добежала до камеры, стал уже не таким красивым. Дети гоняют вон с бабушкой. Настя гоняет с собакой. Все абсолютно счастливы. Коля валяется в земле. У него сгорело ухо, шея. В общем, мы прекрасно проводим время. Я ушаталась до состояния какашки. Все дурные мысли выходят из головы, когда физически попашешь так, что у меня уже чувствую, в спиде будет крепатура. Это у меня была табата длиною в 4 часа для одной руки. И колено, спины и немножко пресса. Сейчас еще два рядочка, уже до конца ведро досадим. И завтра в 6 утра подъем. Боже, как это прекрасно. Замечательный вариант был сюда приехать, конечно. А завтра не знаю, что делать. Надо возвращаться домой. У меня завтра урок в Аэрокадемии. Отсюда его проводить теоретически можно, но у меня даже карандаша для вровей с собой нет. Как это сделать? Будем решать по мере возникновения. Вообще говорят, что завтра вечером начнется сильный дождь. Тоже, если начнется, то нет смысла долго здесь сидеть. Поедем домой, приедем, когда тут разбеднете. Короче, все по порядку. Пошла, докопаю ямки, добросаю картошку. Сама копаю, сама бросаю. Мужик красавец у меня. Покажи, да? Огонь! Моя мечта просто. Мой секси-мен, мой герой. Боже, у нас же тут в село свезено со всех семей все вещи, которые не нужны. Мы их тут донашиваем периодически, по-моему, сжигаем просто. Иногда они приводятся просто сижалка выбросить. Но зато мы их не жалеем и утепляемся как можем. Прохладно, мы долго не просидим. В общем, дети... Мама звонит телефон. Или у Насти. Ну, это Полина, наверное. Да? У подружки звонят на Сюхе. Дети захотели спать с бабушкой Наташей, укладываться. Прекрасно, пусть укладываются. Мы сейчас еще посидим, чуть-чуточку попьем. И тоже лежим спать, а то рано вставать. Хотя, говорю, мам, как порядочная невеста, говорю, будем вставать с рта в шесть. Я говорю, ой, зачем, какой в шесть? В шесть холодно. Вот и ближе, а я проснемся. Главное сейчас понять, когда мы попадем домой. И так, все замечательно. Как вы видите, по моему лицу я уставшая в какашку, надовольная и вообще. Вот такой у нас антивирусный получился день. Все, завтра увидимся. Завтра будет новый влог, новая работа. До встречи. Все, не буду уже вас долго задерживать. Сама тоже пойду сейчас уже отдыхать. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...